В Могилевской области наблюдается рост числа преступлений в сфере информационной безопасности. Только за сентябрь-ноябрь этого года возбуждено 25 уголовных дел. Следствие обращает внимание, что чаще всего пострадавшие сами виноваты, проявляют беспечность и ведут себя слишком доверчиво, сообщая преступникам свои реквизиты и личные данные. Злоумышленник, используя какие-либо интернет-ресурсы, вводя данные реквизиты, переводят деньги на свой счет, либо это будет являться электронный кошелек, либо номер мобильного оператора. Как правило, эти все ресурсы находятся за пределами Республики Беларусь. Как правило, неустановленные лица при помощи интернета осуществляли несанкционированный доступ к страницам пользователей социальных сетей, в том числе ВКонтакте. После чего, действуя со взломанной страницы, преступники направляли сообщения с просьбой предоставить им реквизиты банковских платежных карточек, пополнить баланс мобильного телефона, либо сообщить абонентский номер, что в конечном итоге приводило к потере денег со счетов потерпевших. У некоторых операторов наших есть такая услуга, как овердрафт, допустим, на сумму 100 рублей. Злоумышленник регистрирует этот электронный кошелек, то есть он имеет к нему доступ, осуществляет хищение вот этого суммы полностью, овердрафта, которая предоставляется клиенту. Чаще всего потерпевшими от данных преступлений являются лица в возрасте 20-25 лет, использующие для общения социальные сети. Как правило, их деньги переводились на счета абонентов мобильной связи Российской Федерации, либо на электронные кошельки различных платежных систем за пределы Беларуси. В ходе проведения следственных операционных действий, как на стадии доследственной проверки, так и уже после возбуждения уголовных дел, устанавливается, что денежные средства зачастую переводятся, как сказал Андрей Сергеевич, на счета абонентов сфотовой связи Российской Федерации, либо на электронные кошельки различных платежных систем за пределы Республики Беларусь. Следствие обращается к гражданам, проявляйте бдительность и осторожность. Не сообщайте сторонним лицам реквизиты и фотоизображения платежных банковских карт, паспортов, номера и коды мобильных телефонов и иную информацию, имеющие отношение к сервису банка.